Приветствую, друзья! Мы разбираем мифы о стройности или о похудении. Помните, я думаю, что стройность – это лучший вариант слова «похудеть», потому что стройность от слова «строить», а похудеть от слова «худо». И сегодняшний миф звучит таким образом. Если хорошенечко попотеть в сауне, то вместе с потом лишишься и лишних килограмм. Давайте разберемся, насколько это хорошая идея. Многие используют сауну с точки зрения детокса. И когда вы сидите в сауне, кто на третьей, кто на пятой, кто на двадцатой минуте начинает потеть. И что такое пот? Мы теряем с потом большое количество воды, и в этой воде растворены токсины, то есть наша кожа начинает активно работать как выделительный дренажный орган. И когда вы в сауне паритесь с друзьями, с семьей, вы очень много пьете, потому что и пить хочется, потому что это обезвоживание. Мы, конечно, можем худеть, стройнеть, худеть неправильно за счет потери водной составляющей нашего тела. Очень часто люди, снижая мышечную массу, когда мышечная масса падает, это люди, которые отсматривают состояние, структуру своего тела на биоимпедансной технологии, они видят, что и уровень воды падает. Так вот, можно потерять внутриклеточную воду, можно потерять воду, которая создает определенный объем в плазме крови, можно потерять межклеточную воду, можно объединить водой лимфу. Вот таким вот образом. Если, например, париться в сауне, но не пить, не восполнять. То есть это называется обезвоживание. Насчет лишних жиров, вот я не знаю, честно говоря, потому что жир, чтобы его поплавить, нужно прям постараться. И у нас две технологии. Если мы говорим о стройности, первая технология. Мы убираем лишние углеводы из питания, чтобы не делать новые жиры и создать условия, чтобы старые жиры подверглись липолизу, то есть расщеплению. Это первая технология. И вторая технология – это повышение энергозатрат организма. То есть я, конечно, понимаю, что вы хотите ничего не делать, просто полежать в сауне и начать весить на 3 кг меньше. Но жир-то останется при вас. Но если вы будете в течение 21 дня, это нужно для формирования привычки, интенсивно, эффективно заниматься физической нагрузкой, то вы создадите такую мышечную работу, для которой нужна дополнительная энергия. А если нужна дополнительная энергия, а снаружи вы не дали дармовую энергию под названием углеводы, организм вынужден будет перейти на липолиз. То есть он будет вынужден взять те жиры, которые уже отложены вами, и попросить их быть сожженными на мембранах митохондрий. И тогда вы тоже, кстати говоря, получите воду в виде потения. Потому что, ну, может быть, не всегда в виде потения, кстати говоря. Потому что при расщеплении одного грамма жиров образуется 1 мл нашей внутренней воды. Она может быть израсходована на какие-то биохимические нужды, она может выйти в виде пота, когда вы, например, на пробежке. Ну, вот я по пробежке точно знаю. Я разбегивалась, входила в состояние тренированности с двумя мужчинами рядышком. Мы втроём бежали. Они потеют буквально там с пятой минуты бега, а мне нужно 20 минут отпахать, отбегать вместе с ними. И только на 20-25 минуте я начинаю чувствовать лёгкую спарину над верхней губой. То есть тут ещё, знаете, ну, как бы надо сильно поработать. Поэтому не ищите лёгких путей. Сауна – это замечательно. Сауна – это отдых. Сауна – это разжижение межклеточного пространства. Сауна – это активация лимфатического оттока от органов, от тканей, ну, от клеточек. И сауна – это невероятно крутой детокс, детоксикация. Но не думайте, что будете есть, как обычно, раз в неделю посещать сауну, и прям ваши мышцы заиграют под вашей тонкой кожицей. Ну, давайте не будем дураками. Если вы хотите красивое тело, его прям реально нужно заслужить. Все времена, когда вы в 20 лет ничего не делали, в 30 лет ещё ничего не делали, но были красивой и стройной берёзкой, или парень, скасая сажень в плечах, они, видимо, уже закончились. И теперь, чтобы поддерживать просто красоту собственного тела, нужно немного работать, немного, но вдумчиво и абсолютно адекватно. Итак, если вы хотите стройнеть, вы должны быть заняты наращиванием мышечной массы. Мышечная масса – неправильное понятие. Это безжировая масса фактически. Значит, сюда относятся мышечная масса, костная масса и коллагеновые волокна, которые создают структуру нашей кожи, структуру остов всех внутренних органов, связки, фасции и так далее. Это то, что работает. Это то, что даёт вам молодое красивое движение и молодое красивое тело. Ну и раз мы уже заговорили по поводу сауны и по поводу детоксикации, давайте немножечко ещё затронуть тему по воде. Она очень важна в процессе стройности, потому что как только вы запускаете липолиз, ваш кровоток наполняется огромным количеством токсинов. Я надеюсь, что вы в адеквате четко понимаете, что ваша жировая ткань она ещё и накапливает жирорастворимые токсины. Поэтому, когда вы жирорастворимые, переводите в водорастворимые, в вашей крови большое количество токсинов, плюс большое количество кетоновых тел. Это продукты метаболизма, которые образуются в процессе сжигания жиров. И вот это всё дело нужно выводить, выводить, выводить активно. Для этого нужно соблюдать суточную норму воды. Стройнеющий человек пьёт 30 мл воды на каждый килограмм веса. И если этого мало, то может немножечко больше. Но, как правило, стройнеющий человек имеет большой вес, поэтому вы, по крайней мере, пока выйдете хотя бы на 30 мл воды на каждый килограмм веса. Летом это может быть даже немножечко больше, потому что полные люди очень активно потеют. Они иногда потеют так, что пот прям скапывает. Соответственно, это огромные потери. Не только уже воды, но и электролитов. Поэтому ещё одно маленькое замечание для летнего промежутка времени. Если вы теряете электролиты, пусть в вашей воде будут электролиты. Самое простое решение. Вы берёте 1 чайную ложку морской соли без горки и кладёте её в 4 литра воды. Перемешивайте всё это дело. У вас получается 4 литра изотонического раствора натрия хлорида. Ну, на самом деле, морской соли. Вот, оттуда берёте пол-литра или 1 литр и попиваете в течение дня. Если вам не вкусен этот раствор, добавьте туда несколько капель лимона по вашему вкусу. И пусть эта вода будет холодная, такая, как вам нравится, или тёплая, если вы боитесь ротоглотки. Ну, в общем, это то, что восстановит баланс электролитов, которые вы сейчас теряете в летний промежуток времени. Кто хорошо относится к продуктам NSP и плохо относится к самостоятельному заколупыванию разных там растворов, вы можете использовать Solstic Revive. Компания позаботилась о потеющих людях. Это люди, которые работают на горячих производствах. Это спортсмены. Это, ну, в общем, люди, которым очень серьёзно потеют. И они теряют электролиты. И, соответственно, это может привести в конечном итоге к болезням. Используйте Solstic Revive. Это ещё и дополнительный источник глюкозамина. Это хондропротектор. Я использую после пробежки, ну, для того, чтобы восстановить электролит и поставить воду на место и защитить свои суставы. Надеюсь, была вам сегодня полезна. Нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал. И ещё один миф о стройности ждёт вас впереди через недельку. До новых встреч!